Сотрудники Фурмановской полиции и Следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Его мертвое тело достали из колодца. Сотрудникам уголовного розыска МВД России по Фурмскому району поступила оперативная информация об исчезновении 44-летнего местного жителя, а также о возможном совершении в отношении него особо тяжкого преступления. В ходе отработки данной информации в колодце, расположенном по улице Северной города Фурмана, был обнаружен труп данного гражданина с явными признаками насильственной смерти. Погибший гражданин скончался от травм головы. Уже мертвое тело неизвестный убийца оттащил к колодцу и скинул его на дно. У предполагаемого преступника оперативники и следователи вскоре сумели вычислить. В этот же день оперативными сотрудниками был задержан 53-летний подозреваемый. В ходе работы с задержанным полицейскими установлено, что фигуранты погибших проживали в одном доме. В день убийства совместно распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый взял колонн и несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм мужчина скончался. Погибший гражданин, как и убивший его человек, злоупотребляли спиртным. По признанию задержанного, пили каждый день. В основном спиртовые настойки. В процессе одной из таких пьянок и было совершено преступление. За что задержанным сотрудниками был? За убийство. Кого убили, при каких обстоятельствах? Убил знакомого. Сидели ночью, выпивали. Он переборщил, и я был уже пьяный. Он пополз на кровать к себе. Лег и бубнил себе. Потом, когда кричит, козел. Я говорю, ты кому сказал? Он говорит, тебе. Ну, я сходил в холодную, взял калун. Два раза с дыры по голове. Потом скинул в колодец. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело погибшего в одеяло и бросил в колодец, расположенный вблизи места совершения преступления. Сейчас полицейские следователи выясняют все обстоятельства этого убийства. Уже известно, что фигурант действовал наверняка. Бился бутыльника с намерением лишить его жизни. Вы не пытались сказать вам какую-то медицинскую помощь? Может, он еще жив был? Он уже все, мертвый был. Ему в левую часть диска проломил. Ранее фигурант был судим 9 раз за квартирные кражи и убийство. В настоящее время задержаны и все материалы, собранные полицейскими, переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения и избрания меры пресечения. Убийца и его жертвы проживали в почти заброшенном частном доме. Его хозяйка, бывшая их же подругой, год назад умерла. Строение, которое домом можно назвать лишь условно, досталось и в наследство. О том, как жили с погибшим мужчина, рассказал полицейский. Потом маменька умерла в прошлом году, в сентябре. Все, ну, я же сожжил вдвоем. Давно злоупотребляете алкоголь? Да. Сколько лет? Не, лет. Ну, больше года. Ну, вы постоянно выпиваете каждый день? А что привело к этому? А? А что привело к этому? Ничего. Просто пил. Просто пьете? Да. Вы работаете? Нет. На что живете? А, железо копать. Вот, с потерпевшим. А? С потерпевшим вместе, да? А как жилье оплачиваете? А? Как жилье оплачивать? Коммунальные услуги на что? Мне платят. А, там у вас свет, газ? Нет, ничего нет. Коммунальные, нет. На полоску. В день, когда произошло убийство, мужчины пили спиртосодержащую аптечную настойку. Два пузырька разводили на бутылку воды. В итоге допились до кровавой разборки. Подозреваемый в преступлении гражданин совершил второе в своей жизни убийство. Первое случилось в 2004 году и тоже по пьянке. Я с соседом говорю, короче, не дай бог, там все пропадет. Ну, у меня в комнате. Все, утром пришли. Раз. Ирка говорит, давайте похмельмше. Раз. Засунг-то. А денег нет. Кошелка. Я говорю, ну, сволочь. Я, кстати, все-таки прихожу, я говорю, где деньги? Я не брал. Я говорю, я сейчас всю хату перерою. Вот. Я не брал. Ну, Ирка нашла. Кошелок. Свой. У него под подушкой. Я говорю, ну, ладно, идите в комнату, сейчас врутим. Ну, Ирка уже убил. А каким образом? Ножом. Зарезали. Да. А с телом что сделали? А? А с телом что сделали? Оставили? Ничего, как угородов. Пока не нашли. О всех своих преступлениях мужчина рассказывает с редким, даже для этой категории преступников, цинизмом. Как о само собой разумеющемся. Захотел и убил. Ничего необычного. Союз мучает? Нет. Какая суть? Мне и нет. Вам не жалко того мужчину-то? Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЧАСНО